Как мы знаем, сейчас и Мосгортранс получает вроде бы почти полтора, но чуть меньше миллиона рублей от оппозиционеров за простой транспорта во время митингов 27 июля. Как же выгодны митинги для города? И бюджет можно пополнить? Ваши деньги проводите обязательно, только не в Красной площади тогда получается, а на Садовом кольце. И тогда просто сидеть со счетами или калькулятором или арифмометром и подсчитывать. Вот еще миллион в казну. Кстати, у меня есть дебютная идея. В связи с тем, что гуляния по Москве происходят регулярно, попросту сделаем так. Каждую субботу в воскресенье останавливаем общественный транспорт, рядом ставим автозаки, выгоняем ОМОНовцев. Кстати, между прочим, я не очень понимаю, почему до сих пор нету счета за услуги ОМОНа. Конечно, конечно. Ведь, между прочим, ребята потратили калории. «Каждый взмах дубинкой — это деньги». Доппитание. Вот я чувствую у вас все-таки нотку прогрессивного какого-то, наконец-то. Я потому что перед этим читал про Пригошину. Доппитание. Он тут же будет оформить. Вот, Дима, а подвезти? Опять-таки, конечно, транспортные услуги. Вот, видите? Вы пускаете одну очень важную вещь. Вот все-таки у вас нет размаха. Давайте, давайте. Вот, смотрите. Как мы знаем, метрополитен еще выкатил счет, правда, на 53 с половиной тысячи рублей. У ребят не хватило воображения. И с карточкой москвича ты можешь ходить на протестные митинги вдоль или поперек Садово, Кольца, Тверской улицы, неважно. То есть абонемент такой. Типа абонемента, да. Вот это было бы решение. Кстати, да, сходил на 10 митингов, 11-й бесплатно. Я бы даже пошла дальше. Обычно же митинг как? Если ты активен, то закончил митинг в автозаке. А я предлагаю по карточке сокращать время сидения в автозаке. Покупаешь карточку себе, абонемент, и, если что, 2 часа, например. Мария, это непрогрессивно. Это неправильно совершенно, да. Я считаю, что по карточке должен быть автозак с улучшенными услугами. Что-то там может быть бар. Вип-автозак. Вип-автозак, мягкие сиденья, понимаешь, вежливые наручники в розовой оплетке. Понимаете, и главное, не очень сложно куда сходить. Да, ОМОНовцы в розовых зайчиках, господи, там же такие костюмы продаются.